Почему беременная Меган Маркл так полюбила хайлайтеры? Рассказываем о секретах здорового сияния кожи герцогини Сосикской на последнем триместре беременности. Если сравнивать фотографии Меган Маркл от 2018 и 2019, можно сделать однозначный вывод. Эффект хайлайта стал самым частым би-аутой спутником герцогини, причем именно на значительных сроках ее беременности. И эта закономерность отнюдь не случайна. Страсть Меган к легкому сиянию обозначила себя еще на церемонии бракосочетания с принцем Гарри. Тогда ее визажистом был Даниэль Мартин. Именно он придал сваребному мейкапу ее высочайству легкое свечение в области скул. Как стало известно позже, средство, которым воспользовался Даниэль, было не декоративным, а уходовым. Мастер использовал и учринь сакуапорбальм, увлажняющий бальзам для кожи. К слову, если наносить акуапорбальм на верхние зоны скул, то таким образом можно добиться равно того же эффекта сияния, как если бы вы воспользовались привычным средством для хайлайтинга. Однако у такого бальзама есть явное преимущество – он не только придает лицу желанное сияние, но и положительно сказывается на здоровье кожи, обеспечивая ее глубокое увлажнение. Обо всем этом Даниэль был прекрасно сведомлен и не применил воспользоваться чудо-средством во время подготовки Меган к самому важному дню в ее жизни. Однако сегодня мейкап Арсенал ее высочайство вряд ли ограничивается одним бальзамом – хайлайтинг, одно из самых доступных, вневозрастных средств для придания коже здорового сияния, которое верной служило раньше и еще вернее служит Меган сейчас, во время ее первой беременности. Период вынашивания малыша – один из самых желанных, но экстремальных в жизни любой женщины. В это действительно нелегкое время ее красота находится во власти гормонов, и в первую очередь, эстрогенов, которые снижают интенсивность секреции сальных желез кожи и часто приводят к ее повышенной сухости. Вполне возможно, что увлечение Меган блеском и хайлайтингом на последнем триместре беременности призвано компенсировать недостаток дермы в увлажнении. Но даже если такого недостатка у герцогини нет, эффект сияющей здоровьем кожи достигается в ее случае крайне успешно. Любимое средство Меган. Впрочем, не стоит забывать о главной функциональной составляющей хайлайтинга – контуринге. Не безызвестно, что водный баланс организма и беременные состояния ее веса претерпевают в период вынашивания существенные изменения. Поддерживать себя в форме даже в период становления матерью Меган получается прекрасно. Вспомнить хотя бы тот факт, что герцогиня до сих пор появляется на публике исключительно на высоких шпильках. И даже несмотря на то, что овал лица герцогини стал чуть полнее, правильно расставленные акценты в макияже, в том числе и затемнение проблемных зон, самая распространенная, область щек, и высветление нужных, сводят эти изменения к визуально заметному минимуму. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, и пишите комментарии под видео. У нас на канале, вы найдете много интересных видео. Впереди, еще много интересного.